Грипп и острые респираторные вирусы – самые распространённые в мире инфекционные заболевания. Масштабная кампания по профилактике гриппа в Бобруйске стартовала 3 октября и не сбавляет обороты. Поликлиники полны желающих сделать укол здоровья, дабы избежать неприятных последствий для своего организма. Привиться можно как бесплатной вакциной российского производства, так и французской на платной основе. Защитный эффект, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до года. Вакцины используются трёхвалентные, четырёхвалентные. Трёхвалентные – это гриппол плюс российского производства, четырёхвалентные – это вакси-грипп производство Франция и производство Нидерландов. Прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, учёбы и работы. Перед уколом здоровья обязателен осмотр врача и измерение температуры тела. Родители каникулярное время используют эффективно. Защитить свою семью от осложнений и болезней. Мы всегда всей семьёй вакцинируем, все дети и мы. Грипп – острая респираторная инфекция. Один больной человек способен заразить от 7 до 12 окружающих. Заболевание опасно развитием серьёзных осложнений – пневмонии, синуситов, атитов и множество других. Чтобы защитить организмы и людей рядом, крайне важно своевременно обезопасить себя. В этом сезоне планируется привить более 45% детского населения. На сегодняшний день вырастает количество лиц, взрослых, которые отказываются прививать своих детей. Особенно это актуально для детей, которые вот в этом году у нас корь прошла, коклюш, который дали. Дети болели непривитые и болели достаточно тяжело. Вот буквально мама была недавно на приёме меня, вообще ни одной прививки. И жалуется на то, что ребёнок ежемесячно болеет. А как он не будет болеть? Он совершенно непривитый, посещает детский коллектив. Привиться нужно не только детям, но и взрослым. В группе риска беременной женщины – лица старше 65 и страдающие хроническими заболеваниями. Особенно важно вакцинироваться тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. Работникам торговли и общественного питания, коммунальной сферы и других. Вакцинация – это первая очередь то, что мы должны сделать для того, чтобы обезопасить наших детей, собственное здоровье и окружающих. Если будет микс инфекция, будет болеть ребёнок или взрослый человек не так, как обычно. Он будет болеть тяжелее. Будут страдать органы – от головного мозга, печени, лёгких до мышц. То есть весь организм страдает более серьёзно, чем при обычном заболевании. Это нужно помнить. И прививаться обязательно. По поводу детей я бы сказал одно – если вы любите своего ребёнка, его нужно прививить. Чтобы не подцепить опасный вирус, достаточно придерживаться советов врачей. Избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания. Соблюдать респираторный этикет и правила гигиены. Вести здоровый образ жизни. Однако главной рекомендацией медиков остаётся вакцинация. Ведь профилактика – лучшее лекарство. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.